Я подготовил вам краткую информацию о деятельности группы компании «Алогеум». Деятельность системы оборудовательных холдингов компаний «Алогеум Групп» связана с предоставлением комплекса квалифицированных услуг из одних рук, сдачей крупных проектов под ключ с последующим сервисным обслуживанием. Машиностроительное производство, входящее в состав холдинга, охватывает пять направлений. Это проектирование, производство электричественной продукции, поставка промышленного оборудования и сервисного обслуживания, строительство и производство железобетонных изделий для блочных подстанций, электромонтаж и пуска наладочной работы. Среди основных предприятий холдинга наиболее известны – это Кентавский трансформаторный завод, сервисное подразделение «Алогеум Электрик», электромонтажный трест, акционерное общество «Элмо» и проектный институт «Промыр-энерго», политехнический колледж города Кентав, дуальная система обучения. На сегодняшний день Кентавский трансформаторный завод является единственным градообразующим предприятием в городе Кентав, которое мы приняли в 1997 году обанкротничество в состоянии. В те времена это было небольшое предприятие советской эпохи с мизерной номенклатурой, выпускаемое объемом производства всего лишь на 150 миллионов тенге. С приходом нового менеджмента завод пережил второе рождение, и за прошедшие 15 лет объем нам удалось поднять, вырасти в 100 раз. То есть на сегодняшний день завод производит товарную продукцию на 15 миллиардов тенге. Также хочется сказать, что в 2009 году нами было освоено и впервые в истории Казахстана начато производство силовых трансформаторов напряжением с 35-110 кВт. В целом, по итогам 2012 года количество сотрудников структурных подразделений «Алогеумгрупп» достигло 4500 человек. Уровень локализации производства составляет 70%. Совокупные доходы составили по итогам 2012 года 300 миллионов долларов. Продемонстрировав рост товарной продукции на 36% по сравнению с 2011 годом. Доля экспорта занимает на сегодняшний день 27% от общего объема производства. Основным экспортным направлением является Российская Федерация, где у нас налажена деревенская сеть по семи федеральным округам, головным офисом в городе Москве. Также нами ведутся работы по строительству нового трансформаторного завода в городе Уральск, ориентированной на российские рынки. Запуск производства ожидается в начале следующего года. Инвестиции планируются в объеме порядка 35 миллионов долларов, где будут созданы порядка 300 новых рабочих мест. При выходе завода на полную проектную мощность в 2016-2017 годах объем производства денежного выражения будет составлять порядка 120 миллионов долларов, из которых 90% мы собираемся экспортировать в Российскую Федерацию. Также мы начинаем работу по проекте строительства в городе Шимкент, специализирующий по производству электрических машин класса напряжения 220 кВт. То есть крупные трансформаторы – это весом более 200 тонн, стоимостью 2,5 миллиона долларов каждый. Объем инвестиций составит более 50 миллионов долларов. И мы надеемся, что будут созданы порядка 700 рабочих мест. Важным составляющим в наших текущих успехов и амбициозных планах на будущее является сегодняшний благоприятный инвестиционный климат и интенсивные меры государственной поддержки, обеспечивающие условия в виде низких процентных ставок и налоговых, и таможенных преференций, понимая исключительно важность ближайших 5-7 лет для форсированной модернизации расширения производства в большинстве и в преддверии вступления в АТО, где нас ждет ожесточенная конкуренция с мировыми гигантами, мы активно стараемся и максимально пользуемся всеми доступными мерами государства поддержки, предоставляемых в рамках программы «Дорожная карта» производительность «Экспорт-2020». Мы также получили одобрение со стороны ДОМУ по субсидированию процентной ставки в рамках программы «Дорожная карта-2020» по кредиту 2,6 миллиардов тенге для привлечения строительства нового трансформаторного завода в городе Уральск. Мы, пользуясь случаем, выражаем свою благодарность президенту страны, правительству Республики Казахстан за посильную поддержку бизнеса, благодаря которому мы смогли провести модернизацию наших производственных мощностей и в разы нарастить объемы производства и агрессивно экспортировать нашу продукцию на внешние рынки. На первых этапах нашей деятельности, конечно, это была только мечта, но на сегодняшний день мы считаем, что это наша мечта, она сбылась, только надо работать. Наряду с этим благоприятным фактором мы хотим обратить ваше внимание на ряд обстоятельств, которые сталкиваются отечественные предприятия в нашей отрасли. В силу слабого развития фондового рынка мы не имеем возможности привлекать длинные и дешевые деньги на оборотный капитал. В связи с чем просим вас рассмотреть вариант предоставления льготных заемных средств без требования залогового обеспечения динамично развивающих конкурентно способные предприятия, что практикуется в ряде стран. Также хотим обратить ваше внимание на принадлежность крупных казахстанских проектных институтов в сфере энергетики западных компаний, таких как ABB, Siemens, Schneider. Это автоматический приводик к недобросовестной конкуренции и игнорированной казахстанской содержания, так как на этапе проектированной закладывается уже импортное оборудование. Так что, конечно, наше пожелание хотелось бы, чтобы госэкспертиза ужесточила бы вот эти требования. Нами было разработано введение предложения по дальнейшему развитию машиностроительной отрасли, которые мы озвучили на форуме машиностроителей, прошедшего 16 апреля. Данные предложения были приняты Министерством индустрии. Я думаю, вы примете во внимание, и я думаю, он найдет свое решение. Рахмет.